Здравствуйте! Вы смотрите «Здоровое телевидение» в студии Андрей Ермошин. В какой-то момент мы понимаем, что наше здоровье не вечно, хотя именно оно является нашей самой большой ценностью. Как настроить себя на здоровье и молодость, вернуть себе молодость и здоровье, мы услышим сегодня от доктора психологических наук профессора Ковалева Сергея Викторовича. Здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Викторович, что действительно можно настроить себя и вернуть молодость и здоровье? Андрей Федорович, вы же видели меня, мы знакомы достаточно давно, правильно? Ну это правда. И вы видели меня другого, весящего 111 килограммов, по солиднее признаться, очень выглядел болезненно. А когда я последний раз был на паназиатском конгрессе, мне доставляло огромное удовольствие те, что те, кто меня знали, не узнавали меня. То есть шли, смотрели и присматривались, а потом, да не может этого быть. Так что, как видите, возможно на себя, потому что, если сравнить то, что было, 111 килограммов веса, гипертония 160 на 100, совершенно отвратительная биохимия крови, и, в общем-то, просто-напросто конкретное умирание, сравнить с тем, что я имею сейчас, когда я могу, простите, имея идеальную кардиограмму, давление 120 на 70, способен пробегать 10 километров, тогда как раньше с трудом поднимался на третий этаж, отжимаясь от пола 100 раз, на брусьях 25, чем горжусь больше, чем своими степенями, званиями и всем прочим, что мне доставляет больше удовольствия своими многочисленными книгами. Так что, как видите, возможно. А дистанция какая прошла между... Ну, я-то знаю, что это не... Показатели вышли через полгода, потому что все было, как ни странно, ровно год назад, почти год назад, потому что год назад, в январе 2007 года, я поехал в санаторий в город Лазаревское. Не буду называть санаторий, очень хороший, чтобы не делать ему рекламу через ваше телевидение. Я был полностью считал, что я сейчас просто отдохну, напишу очередную книжку, я был устал, надо писать книгу, надо, 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 надо работать. После того, как меня проверили, я обратил внимание, что врачи смотрят на меня как-то очень странно, очень сочувствующие. И их вопросы мне страшно не понравились, а именно, на пенсии ли я уже, и есть ли кому обо мне позаботиться. А потом выяснилось, что у меня вообще не осталось здоровья. Что в своем вечном желании осчастливить всех, сделать здоровыми всех, я забыл и самого главного человека, которому нужно осчастливить, и которому нужно сделать себя. А когда я вообще прочитал показатели, простите, это был приговор. Мне не очень долго оставалось жить. Если честно говорить, я не буду предъявлять сейчас медицинские вещи, и это было очень приятно, особенно потому, что это было, я узнал об этом 13 января, а 14 января мой день рождения. Знаете, так хороший, знаменательный период, да? Очень хорошо. Самая страшная ночь в моей жизни, пожалуй, когда я лежал без сна. То есть вас действительно впечатлило это? Да, потому что на самом деле, я не буду перечислять подробности, но мне оставалось недолго, скажем так. Сейчас-то намного больше. К чему я клоню? Не к тому, что вот я какой гениальный, а к тому, что все начиналось с мотивации, с желания. Знаете, как-то есть такой хороший анекдот о построенении, который я тоже достиг. О том, как очень толстого человека решили казнить на электрическом стуле. А поскольку он не влазил в электрический стул, то его посадили на хлеб и воду, то есть на воду одну. Месяц, два, полгода, год, а он все такой же. Ему говорят, а что ж ты не стройнейший? Он говорит, так мотивации нет. Вот у меня мотивация была. Я внезапно вспомнил все свои программы, вспомнил, как я работаю с другими, начал работать над собой. Хотя ситуация была аховая. Потому что одновременно не к черту было сердце, к ишемии, не к черту была сосудистая система, потому что гипертония, биохимия крови, я уже все это сказал. Не буду в подробности. Не считая веса, но когда, вот самое интересное, что когда я сделал первичный анализ, то есть как я работаю с клиентами, начиная рассматривать все проблемы, которые есть в их взаимосвязке, то выяснился интересную вещь. Во всех проблемах центральным фактором было банально ожирение. Я понял, что первое, что я должен сделать, это я должен убрать свой вес. Потому что тогда будет легче сердце постранить. Потому что я все-таки занимаюсь нейропрограммированием. И прекрасно зная, насколько над нами властно слово. И сколько раз я своих клиентов просто кричал на них буквально, потому что они говорили, избавьте меня от живота. Я говорю, а что, останется дырка? Живот по-древнеславянскому – это жизнь. Русские витязи шли на бой, говоря, не пожалея живота своего. Естественно, они не пузо жалели. И наши бессознательные до сих пор знают, что живот – это жизнь. Как вы думаете, она вас лишит жизни? Лишите меня живота. Убейте меня. Убейте меня. Или, простите, прекрасная фраза. Это самое. Я хочу похудеть. От слова «худа». Там есть еще худший эквивалент, но не будем его упоминать. Правильно? Поэтому я и говорю «постранить». Слышите, я не могу даже сказать слово «похудеть». Сбросить вес. Да лучше напишите на листочке «вес» и сбросите его с балкона. Шансы будут примерно такие. Сбросить вес. Это тоже не совсем правильно. Это тоже глупость. И поэтому первая задача была как раз по постройнению настроить себя, правильно сформулировать результат. То есть к чему я должен прийти? К тому, чтобы стать стройным, сильным, не тощим и слабым. Нормальным мужчиной. Там была целая формулировка. Стройным, сильным. Сильным, здоровым. Обязательно здоровым. Потому что, знаете, иногда смотришь на человека по результатам похудания и видишь, что это действительно 60 килограмм, но только нездорового, а уже совершенно дохлого веса. Кошмар. Я таких людей называю изделия фирмы «Дохлер». В принципе. Соответственно, первый результат. Потому что если вы настроитесь на то, чтобы, например, просто только постранить, вы можете похудеть. Вы можете похудеть. Это его все. Вы обвиснете. У вас уйдут мышцы вместе с вашим жиром. Возможно, и при том, что вы забудете, что это еще нужно сохранять, через некоторое время все вернется. Итак, первая была правильная формулировка всего этого дела. Дальше психологическая работа. Хотя, наверное, для наших зрителей интересна не только психологическая работа, а еще две вещи. Три кита. Психология. Психотерапия самого себя. Кит второй. Фитнес. Кит третий. Питание. Все-таки три кита. Три кита. И сначала пришлось даже провести дополнительные исследования, потому что кое-что мне было неясно. Например, с фитнесом. Почему я три года ходил на фитнес? Почему я занимался всякими няками? Я уже ходил до этого. Почему же я ходил и разве что только не разламывал этот самый степ под своим весом, стопа там. Почему я оставался таким же? Где что-то не так? И в плане фитнеса это было первое решение того, как, собственно, сделать все это дело. Второе – это питание. Здесь решение оказалось следующее. Когда я посмотрел все системы питания, я понял следующее. Я не собираюсь садиться ни на одну диету. Я буду просто нормально питаться. Потому что диета – это удивительная штука. Но меньше или в чем? Меньше. Меньше просто. Меньше, но по-другому. Знаете, во-первых, кто сказал, что диета продляет жизнь? Единственное, почему продляет жизнь диета – это только потому, что человеку, который сидит на диете, жизнь кажется ужасно длинной. Совершенно жутко скучный, правильно? Вот. Вообще-то мода на женщин привидения, что когда идеальная женщина – это спрячется за швабру. Это все глупость. Так вот, оказалось, что средняя хорошая диета прибавляет 3,4 килограмма по результату. Это всякие там кефирные, капустные? Любые. Любые. Самое интересное, что встречается белковая диета, углеводная диета, кефирная диета, любая какая-то такая. Главный их бред не в том, что они неверны, а в том, что они диета. То есть это кратковременно. Принцип просто разумного здорового питания, который предполагает следующие простые вещи. Первое. Не ешьте сладкого. Это естественно. Второе. Не ешьте жирного. Тоже совершенно естественно. Третье. Не ешьте мучного. Все остальное ешьте. Вот и все. Больше ничего не надо, потому что есть одна глупость. Называется она глупость калорийности. Дескать, что вот количество калорий должно быть. Простите, если с точки зрения жира, то если вы съедаете нежирную говядину, в которой нет жира, у вас не образуется жир. Ему не из чего образоваться. Вы поняли? Все это уйдет в тепловую энергию. А вот если вы съедаете жирную свинину... Концентрат такой, да? Да, при том же. Это все не пойдет. Вот одна из причин, почему многие сразу почему-то понимают этот принцип на одной простой модели. Алкоголь, который, кстати, не употребляем. 7 килокалорий на 1 грамм. По идее, средний алкоголик умножит 100. Это вы 100. У меня люди, которые лечатся у меня от алкоголизма, говорят, простите, 700 литр полтора. Килограмм на грудь, так сказать, да, или полтора. Они принимают совершенно спокойно. Это потом они перестают пить. А теперь умножьте хотя бы на 500. 3,5 тысячи калорий. По идее, алкоголики, если бы калории прямо переходили в жир, были бы самыми жирными людьми в мире. Ничего подобного. А откуда там образовывается жир? Спасает то, что это очень обременительное средство. Нет, это не переходит в жир, понимаете? Не переходит. То есть не из калорий, можно считать. Нормальное питание именно такое. То есть это просто концепция нормального питания, которая привела к тому, что с учетом психологической настройки, организм сам нашел тот способ питания, который является ему оптимальным. То есть надо начать что? С психологией. С психологией. Надо начать восстанавливать контакт с организмом. Прежде всего восстанавливать контакт с организмом. То есть он забит, он просто... Хуже. Я вот там Андрей Федорович, что еще очень четко Кэмин Милбер написал простую вещь, простую модель. Он сказал, что мы не целостны. Потому что целостность, единственное, она существует в счастливой, в утробе матери. Где еще нет добра и зла. Если у мамы было то, что называется, простите, хорошая матка. То есть если она не травилась, то если не было особых токсикозов. Там мы максимально целостны. Но даже самые целостные утрачивают половину себя при рождении. Потому что при рождении возникает сравнение. Там в утробе было хорошо, здесь в этом мире плохо. И получается, что как бы разводятся конденсаторы добра и зла. Добро и зло возникает в момент рождения. И получается, что мир делится напополам. Теперь есть 50% хорошего мира и 50% плохого. Нет больше цельного мира. А потом в течение первого года... Вот эти связности, переходы такого, да? Сохранение чувства целостности и благополучия. А потом получается еще страшнее. Потому что страшнее вот в плане именно тела. Потому что через некоторое время, в течение года полутора, в том числе под чутким руководством наших родителей, мы получаем, которые как что-либо говорят, они нас расщепляют. Они говорят, это нехорошая попка накакала. Это нехорошая писька насыпала. Написала. Не ты, а вот отдельно. И получается, что через некоторое время мы еще раз расщепляемся наполовинку. И остается только 25% хорошей психики. Тела уже нет. Теперь вы живете по принципу, вон мой гараж, вот моя жена, а это мое тело. И тело начинает мстить. Мы теряем контакт с нашим телом. И вот восстановление контакта с телом, в числе прочего, я уделил очень много внимания. Это одна из главных. Задача вот на этом этапе, так сказать. Но на самом деле еще не только мы, еще йоги, еще многие утверждали, что тело разумное, с ним можно договариваться. С ним можно договориться. Надо только восстановить контакт со своим телом. То есть оно не злое, во-первых. Оно ничего плохого себе. Оно может быть обиженным. Вот это мы. И, как правило, оно обижено. А вы бы не обиделись, если на вас обращали минимальное влияние. Если доктор психологических наук профессор Ковалев Сергей Викторович лечил всех, кроме самого себя. Да я должен сказать спасибо своему телу. То есть его глаза и все его мысли там, но не там. Но не в себе, да. Но это еще отрыжка воспитания. Все отдай другим. Дядя сам и диктете. Как известно. В известном парафразе. Это что такое дядя диктете? Ну, жену отдай дяде, а сам и диктете. Есть такое выражение, да? Хорошо. Вот отдай все, а себе возьми минимум. И так получается следующее. Так же с фитнесом. Если нормально взаимодействовать с телом, фитнес в радость. Это не тяжелое топотание на беговой дорожке. Не тяжелое время. Нравится. Если уметь это делать и психологически настраиваться, тогда нравится такое питание и нравится такой фитнес. Если конкретно о фитнесе, то там все просто. Просто, дорогие мои, поймите, что нужно с одной стороны иметь нагрузку, которая называется аэробанная, которая снимает вес. С другой стороны нагрузку аэробанную, которая, как ни странно, даже чуть-чуть прибавляет на другой вес. Потому что первое – это когда вы теряете жир, а второе – когда вы укрепляете мышцы. Потому что если вы не занимаетесь фитнесом, не тешьте себя. Мышцы и жир теряются в пропорции 50 на 50. Причем мышцы вообще уходят раньше жира. Вы просто станете действительно достаточно дохлым человеком. Поэтому обязательно силовая нагрузка. А лучше всего вес сбрасывается даже не на степ, не на чем-то. На беговой дорожке. Степ вы называете что? Это когда мы занимались степом. Ходьба, да? Нет, но степ – это вот ставишь такая штука, шагаешь туда-обратно, няки все эти делаешь и так далее. Я их хорошо помню, могу показать. То есть одно – это дорожка, если брать простые вещи. Самое простое – дорожка. А, дорожка. Почему дорожка, сейчас поймете. Второе – под максимальным углом, 15 градусов. То есть вертикально, но не вертикально, а в смысле на подъем. Под максимальным углом, 15 градусов на подъем. Третье – не бега, ходьба. Бег дает слишком большую нагрузку на суставы, на ноги. Многие уже это просто не выдержат. Удар по позвоночнику, зачем вам это? Просто ходите. И третье условие при этом, чтобы вы ходили ровно столько, сколько можете ходить. Не надо падать там в обморок на дорожке, прибавляя где-то по полминуты-минуту каждый раз. Тренируй себя. Но условие жесткое. Ваш вес пойдет вниз только в том случае, если вы будете ходить на определенном пульсе. Каком? 220. Пульс? Пульс. 220 минус возраст – это максимальное, что вы можете получить. Я уже думал сами 220. 220 минус возраст – это 100% пульса. Больше просто нельзя, иначе сердце не выдержит. А вы должны ходить примерно на 70-75% от этого значения. Для меня, например, это где-то 135-140. Больше я не хожу. Но вот если вы ходите на этом значении, вы таете на глазах. У вас летает жертва. Сколько ходить? Столько, сколько можете. Когда я первый раз встал на беговую дорожку, это было что-то страшное. Помните, я говорил, что уважаемый профессор в институте поднимался на третий этаж, потом якобы ходил, смотрел расписание, на самом деле, дыхание. Восстанавливал, чтобы подняться на четвертый. До четвертого меня не хватало. Сердцебиение дикое, и дыхалка сидела. Сейчас 10 километров, пожалуйста. Столько, сколько можно ходить. Меня сначала хватало только там, я не знаю, где-то, по-моему, на 800 метров. После этого, так сказать, я шатаясь, ходил. А сейчас 10 километров – это нормально. На скорости примерно 7,5 с трениров. То есть постепенно вы вышли на свой оптим? Да, постепенно выходишь на свой оптим. Но главное не просто ходить, созерцая окрестности вяло. Иногда в спортклубе, когда я смотрю на таких, я думаю, ну зачем ты это делаешь? Ты иди, просто лучше погуляй там, в принципе. Ты пришел тренироваться. То есть это все активная вещь? Да, пульс 130-140, ну расчет пульса. Но тогда у вас уходит вес. И силовая специальная тренировка. Специальная силовая тренировка, она казалась чего? Я ведь все-таки в молодости был неплохим спортсменом. Кандидатом в мастера спорта по боксу. Я занимался восточными единоборствами. Сейчас опять с удовольствием занимаюсь. И знаю, что теперь опять могу выбить дверь не только ногой, но и ударом руки. Восстановил эти возможности. Это приятно. Но дело в том, что самое главное заключалось в том, чтобы это было рационально. Все эти силовые единоборства. Ибо меня в клубе тоже угнетало следующее. Одни и те же лица, как и я, четыре года таскают одну и ту же штангу с одним и тем же успехом. Никаким. И тогда я начал искать систему, которая бы мне позволила это сделать. К сожалению, система оказалась не совсем российская. Система американская. Система, которая называется два в одном. Два в одном, потому что, когда я первый раз делал эти 10 упражнений, я-то думал, что я все-таки силен. Вокруг у меня были лужи пота. С меня просто тек пот. Два в одном, что же за секрет? Два в одном, это значит, что одновременно нагрузка идет, очень быстрая нагрузка, 20 повторений. 20 повторений. То есть интенсивно и быстро? Интенсивно, быстро. Перерывы между упражнениями маленькие, не больше минуты, чтобы дыхалка. То есть это динамичное движение? Динамичное движение. Работа с гантелями. Штанги нет или с собственным весом. Штанга практически запрещена в этом плане, потому что там... Чтобы не ломать, опять же, хребет. Да, не ломать себе хребет. А третье заключается в хитрости. Дело в том, что каждое упражнение затрагивает сразу 3-4 группы мышц. То есть делается так, чтобы за одно упражнение ты прорабатывал 3-4 группы. Ну, то есть, например, что там, с гантелей одно время приседать или что? Ну, например, когда ты приседаешь, когда ты тренируешь бицепсы, поднимаешь гантели, ты одновременно с этим делаешь полувыпад и тренируются твои ноги. Полувыпад имеется в виду? Ну, выпад ногами. А, то есть, как бы наклон вперед. Наклон вперед, да, выпад, выпад вперед. Или, например, становишься к стенке, поднимая гантели, на согнутых коленях, ноги при этом начинают трещать. Не теряешь времени даром. Не теряешь. То есть, пока руки работают, работают и ноги, например. Это система, которая имеет варианты 10, 20 и 30. Вот сейчас у меня вариант 20-ка. Но надо сказать сразу, на десятку тратишь минут 15-20, но по первости после этого 3-4 дня… Десятка – это 10 повторений? Нет, 10 упражнений. А, упражнений. В одном повторении. Двадцатка – это тоже 10, но в двух повторениях. Вот. Так вот. Но надо сказать сразу, честно говоря, что после первой десятки 3 дня я лежал в лёжку и кряхотя ходил, потому что болело всё. Сейчас всё адаптировалось. То есть, успешно вы позанимались? Успешно позанимался. Конечно, их интересно было показать, но это довольно, так сказать, проблематично. Идея понятна, что просто комплексный такой… Комплексный подход, да. Не просто так загорать, отдыхать, так сказать, да? Нет. А всё-таки… И не лежать под штангой, поднимая этот вес, потому что вы не сдвинетесь. Ваши обменные процессы… Ваши обменные процессы должны быть резко стимулированы. И параллельно с этим, конечно же… Извините, я, наверное, не успею раскрыть психологическую часть, но одну раскрою. Восстановление контакта с телом. Слышите? Восстановление контакта с телом. Это вариант какого-то погружения внутрь? Нет, это специальное упражнение, которое начинается со следующего. Одно я могу прямо показать здесь. Покажите. Дело в том, что тело – это веществлённое бессознательное. И поэтому нужно прекратить сознательно контролировать своё тело, нужно переходить на бессознательную работу со своим телом. Мне, как бойцу восточных недоборств, было хорошо известно, что ты выиграешь тогда, когда отключаешь мозги. Вот когда ты их отключаешь, если ты думаешь о том, как ты выиграешь, ты, скорее всего, проиграешь. Если ты вы отключаешься, выходишь в такое состояние незнания, тело работает само, оно выигрывает. Но мне, возможно, это было ближе, вам дольше. Вот первое упражнение. Вы кладёте руку, видите, вот так вот. И даёте себе команду, себе, своему бессознательному. Только упаси вас, боже, сознательно шевелить. Вы говорите, бессознательно, я хочу сложить руку в кулак. Вот смотрите, как это быстро идёт у меня. Потому что я уже тренировался. По первости, это занимает 20 минут. Так что, Андрей Фёдорович, не делайте. Да, не дождётесь. У меня быстрее. При этом хороший признак того, что вы не обманываете себя, ощущение скрипа в суставах, как будто что-то скрипит. Ещё раз, как вы сказали, я хочу, чтобы... Я хочу, чтобы рука сложилась в кулак. Чтобы рука сложилась. Да, сама сложилась в кулак. Это первое упражнение, которое нужно делать для тела. Если вы освоите... То есть это действительно проникающий такой посыл, который действительно доходит до... Посыл до тупого. Вот посыл. Вот я не знаю как. Я хочу, чтобы моя рука сложилась. Как она сложилась? Тело должно вспомнить, что это такое автономный режим регулировки. Если вы сделали это первое упражнение, можете переходить ко второму, которое несколько более сложное. Оно называется «свободный полёт». Я его не буду показывать. Потому что иначе уйду из фокуса камеры. Нужно просто встать в любом месте. Там, где нет свидетелей. Потому что иначе они подумают о вас плохо. Чуть дальше. Расслабиться, закрыть глаза и некоторое время подождать. Через некоторое время вашему телу захочется пошевелиться. Например, вам захочется пошевелить там левая пятка или сместить колено. Сместите. Потом вам захочется, может, почесаться. Может быть, крутнуться. Может, ещё что-то. А через некоторое время, если вы полностью освободите своё тело в режиме свободного полёта, это будет дикий танец освобождённого тела. Почему лучше, чтобы никто не присутствовал? А то, знаете, подумают о вас плохо. Вы можете кататься, купаться, мяукать, вывалить язык. Чем дальше, тем больше. Это и будет выход тела на свободу. Восстановление телесного. То есть это переход какой-то на другой... На другой уровень владения телом. Восстановление контакта с телом. Когда вы высвобождаете свое собственное тело из гнета сознания. Я уже не говорю про то, что гнет сознания выражается в том, что после всякого лет у каждого второго мужчины возникает, знаете, все это внушение, которое нам дают. Это отдельная тема. Сейчас пока восстановление тела. И если не получается, то тогда можно усилить это упражнение. Это называется континуум. Нужно лечь в позу эмбриона. И взять связанное дыхание. Это очень несложно. Связанное дыхание, дыхание без паузы. Вдох, переход, выдох. Плавный переход, выдох. По кругу, как бы по кругу. При этом, как вы будете дышать по собачьих, очень быстро или медленно, это ваша забота. И лежите, так и дышите. Даже у самых тупых в отношении своего тела, через некоторое время им хочется пошевелиться и так далее. А потом и начинается тот самый танец. Сначала на четвереньках и так далее. То есть пробуждение энергии. Пробуждение тела и пробуждение энергии, да. Потому что в цигуне, когда я начал заниматься заново цигуном, я обнаружил практически то же самое. Там точно так же после базовых упражнений, там восход луны или поднятие неба, там точно так же ты стоишь и ждешь, когда пробудется энергия, и начинается этот дикий танец свободного течения энергии. Если вы это сделаете, вы уже на полпути к успеху. Потому что дальше нужно восстановить точечный контакт со своим телом. А для этого нужно научиться чувствовать свое тело. Именно как. Вот я вам сейчас дам задание, я понимаю, что время. Я вам сейчас попрошу почувствовать мочку левого уха. Так. Не почувствуйте. Вы знаете, что она у вас есть, но и только. Правильно? Потому что вы сейчас обнаружите, что куча места в вашем теле даже на поверхности вы не чувствуете. Теперь возьмите рукой и за эту левую мочку, нажмите на нее, пощупаете ее некоторое время. Пощупали? Теперь отпустите руку, почувствуйте мочку левого уха. Теперь почувствовали. Правильно? Вот таким вот образом, сначала прикасаясь, а потом чувствуя, по всему телу. По всему телу. Сверху вниз. При этом только не забудьте, что у вас есть такая вещь, как, простите, анус. И еще кое-что есть. Потому что для многих эти зоны у нас забвенные. А потом удивляемся запором. Или что у вас есть, простите, первичные половые признаки. А потом удивляемся раны импотенции, да? Или фрегидности. Все нужно восстановить. Когда научитесь это делать для поверхности тела, вспомните, что у вас есть печень. Попробуйте ощутить. То есть, что это последовательное, действительно, вот такое... Упражнение на восстановление ощупывания себя. Для буквально просто восстановления осознания себя во всех частях. Осознание тела, ощущение тела. Когда вы сделаете это на поверхности, начинаете вспоминать, что у вас есть печень. Попробуйте ощутить свою печень, что она у вас есть. Через некоторое время вспоминаете, есть почки. И так по всем органам, по всем важнейшим системам. А потом с ними можно начать разговаривать? Вот вы и сказали то, что хотел сказать дальше. И когда вы научитесь их осознавать, вы можете задать вопрос печени. Например, сказать здравствуйте. И внезапно с ужасом обнаружили, что оттуда пришел какой-то импульс. Вам ответили. Потом будет еще смешнее. Потому что вы можете сказать, как ты себя чувствуешь, и услышать в ответ. Ты когда бросишь жрать это жирное, я не трудом справляюсь. Начнется подсказки. Начнется прямые подсказки со стороны тела. Для некоторых клиентов, у которых я это делаю, а естественно, я это делаю быстрее в своей работе, это инсайт, это озарение, это пробуждение. Это шок, что их тело само с ними начинает разговаривать. Когда я ему объясняю, что эта система используется в психотерапии онкологических заболеваний, например, в книге Саймонтона описана ситуация, когда мужчина, научившийся этой работе, вступил в контакт, и у него была лейкемия, вступил в контакт с собственным костным мозгом, костный мозг продиктовал ему лечение, он его запомнил, этого сня было в трансе. И когда он на следующий день показал это врачам, они были поражены. Это бы уровень не их, это лечение его излечило. То есть в нашем теле есть не только модели болезни, там есть и модели здоровья. Кстати, наверное, поэтому иногда действительно в сновидениях иногда приходят рецепты. А приходят рецепты. Таким путем они и приходят, наверное. Да, когда ваше бессознательное, которому надоело смотреть, как вы гробите свою жизнь, наконец-то решает, хоть как-то с вами поговорить. Посылает. Может быть, во сне это будет какой-то дух, или лекарь, или святой. Кто угодно. Он может принять вид наставника, он может принять вид чего угодно, какой-то фигуры, но всегда очень тщательно прислушайтесь, потому что наше тело разговаривает с нами. Вот если мы перестаем его слушать, тогда становится очень плохо. Потому что современная точка зрения на болезни как раз, это о том, что болезни — это последний способ договориться с вами, направить вас на путь истинный со стороны вашего бессознательного. Она сначала вам шептала на ухо, а потом робко трогала на плечо, за плечо, а потом кричала в голос. Вы не прислушались. То есть тогда она как бы разворачивается, и с разворота говорит, ну ты теперь меня точно услышишь. А что вы услышали от своего тела, Сергей Викторович? Да то самое важное, что и надо было услышать, что жизнь не исчерпывается успехами, что жизнь не исчерпывается реализацией своего собственного сценария, и что нельзя работать под сценарий модели почти что два, то есть быть тем сизифом, который закатывает камень на гору, а потом смотрит и говорит, а где развита гора, развита камень, где следующая гора, где следующий камень, потащу дальше, напишу еще одну книгу, излечу еще сотню больных и так далее и тому подобное. А что жизнь просто жизнь. Что жизни нужно уметь радоваться. И что в конечном счете буквально мое тело мне поставило ультиматум. Или ты научишься просто жить, радоваться жизни, или ты довольно быстро обретешь просветление, правда в другой форме, так сказать, на ближайшем кладбище. И единственное, чем утешишься, так это известным анекдотом о том, что чем плохо, представляете, вокруг дождь, холода, а я лежу в маленьком деревянном уютном ящике. Это было закономерно. Но ваше тело истинный философ. Нет. Бессознательная любовь – это истинный философ. Истинный философ. Это истинная наша. Понимаете, вот когда у нас есть примат сознания, мы очень рациональны. Когда-то мы жили совершенно по-другому. Когда-то мы были интуитивны. Когда-то мы прислушались к нашему бессознательному. Когда-то мы знали о том, что, к сожалению, как правильно говорят, сознание – это только кукла. А бессознательный кукловод. И именно кукловод делает то, что делает кукла. Руководит. А когда кукла самонадеянно говорит, мне наплевать на кукловода, никакого кукловода не существует, вот тогда и возникает проблема. Кукловод говорит, ну что ж, давай справляйся сама. Я помню, как однажды человек, уважаемый весьма человек, представитель одного из направлений, скажем так, современной психотерапии, мне сказал, что, Сергей Ильич, что вы все время в своих лекциях, выступлениях говорите о разумности бессознательного? Бессознательное – это помойка, это наши комплексы, это все то, что, это вся гадость, которая в нас есть, это все из бессознательного. Он даже мне нарисовал картинку. Человечек сидит в лодке, а снизу тянется чудовище бессознательное, которое пытается его опрокинуть. Это его модель мира. Это его модель мира. И тогда я созеровал. И это было настолько удачно. Я просто вспомнил, что я еще эриксоновский гипнотерапевт. Я сделал тот самый потусторонний взгляд, который мы умеем делать. Он очень прост. Просто нужно смотреть за 5 сантиметров одним глазом до вашей переносицы, а в другом за 5 сантиметров за вашей спиной. Такой потусторонний взгляд совершенно. Вот хорошо действует на клиентов, хотя не имеет никакого отношения к наведению. Я сказал следующую простую фразу. Бессознательное этого человека. Посмотри на него. 47 лет. Ты его ведешь по жизни. Ты следишь за работой его 30 триллионов клеток. Ты помогаешь работе его органам. Ты следишь за тем, чтобы он сыт, одет, обут, эффективен, чтобы он жил и был счастлив. В ответ ты слышишь то, что у тебя не существует. Это как если бы тебе взяли, но давали пощечин. Рука человека поднялась, и он начал бить себя по щекам. Надо было видеть его лицо. Вот это и было восстановление контакта с телом, но напрямую. Вы упомянули о трех столпах, которые образовались в итоге. Контакт вывел вас на три компонента. Здесь, да, но третий компонент, то получается, что все-таки это психологическая настройка. И это тема, которую нужно затрагивать довольно долго, потому что, в принципе, настройка связана с очень многими вещами. Во-первых, настройка связана с тем, что необходимо изменить образ жизни. Никуда не денешься. А для того, чтобы изменить образ жизни, надо сначала захотеть. Почему мы обычно говорим, что благими пожеланиями вымощена дорога в ад? Потому что мы декларируем свои благие пожелания, но они не имеют должной мотивационной силы. Мне было проще. Как психотерапевт, я владею где-то примерно около тысячи техник интервенции. От скромности вы не умрете. Нет, около тысячи. Это не вопрос скромности. Это не вопрос скромности. Это вопрос компетенции. Просто где-то порядка тысячи как-то считал, сколько у меня техник действительно есть в арсенале. Потому что, ну, приходится же учиться. Это же проблема, просто хорошая работа. Хочешь хорошо работать, будешь учиться. Вот и все. К счастью, мне еще повезло с памятью, возможно. Я легко запоминаю. Но память, напоминаю, у каждого человека есть идеальная память. Потому что доказано, что бессознательно ничего не забывает. Другое дело, что плохое воспроизведение. А вся наша наука построена на тем, чтобы восстановить интерфейс, связь между сознанием и бессознательным. И мы очень много делаем вообще в бессознательном режиме. Ориентируемся только на бессознательном. Так вот, очень просто. Есть такая простая техника. Давайте возьмем любую проблему, чтобы показать телезрителям, как она делается. Вот давайте вас. Предположим, вы что-то хотите сделать, но не делаете довольно долго. Хотя вы знаете, что это хорошая штука. Не занимайтесь спортом. Или там, я не знаю, не чиньте гараж. Или там, не вводите машину. Что у вас есть такое? Ну, я не пишу истории болезни. У себя на работе. Ну, это не ваше. Поэтому я-то что-то более важное для вас. В принципе. Я пишу свои тексты. Ладно, давайте более практический вопрос какой-то. Ну, я, честно говоря, недавно тоже стал заниматься и восстановил занятия спортом. Ну, допустим, ну, давайте, вот я, допустим, продолжаю есть сладкое. Хорошо. Предположим, вы перестанете есть сладкое. Что это вам даст? Так, что мне это даст? Ну, я буду стройнее. Очень хорошо. Предположим, что вы уже стали стройнее. Что это вам даст? Ну, чувство свежести, силы, бодрости, выносливости. Предположим, вы уже ощущаете прямо сейчас чувство свежести, силы, выносливости, бодрости. Что это вам даст? Я тогда сумею осуществить свои проекты, которые у меня, вот они есть. Предположим, что вы уже сумели ощутить, осуществить ваши проекты. Что это вам даст? Чувство, что не зря я жил на земле Ощутите Это фантастическое чувство Что вы не зря жили на земле И поймите простую связь Что вы легко его реализуете Если всего-навсего ограничить себя в сладком Это называется раскрутка вверх И делается она до тех пор Пока вы не выходите на уровень Когда я вижу то, что у нас называется мурчание Когда вот вы Вот так вот И это только первая часть работы Потому что вторая часть После того, как у вас возникла мотивация Это уже конкретно разборка Потому что человек не решает свои проблемы По двум причинам Первая, он все еще не хочет достаточно А вторая причина Ему кажется, что там все слишком запутанно и сложно Скажите, Андрей Федорович А почему это вы? Что мешает вам перестать есть сладкое? Что мешает? Думаю, что привычка просто Так сложилась, что я ел А какая привычка, чтобы я понял? Есть сладкое? Я до сих пор ел сладкое Когда? За обедом, за ужином? В качестве десерта Ну, с чаем там, я не знаю С чаем Привычка есть Скажите, как можно пить чай, не едя сладкого? Видите, что я делаю? Я беру вашу проблему И тут же перевожу ее в решение В область решения В область решения Недавно я узнал, что есть такие Очень интересные фруктики Типа маленькие лимончики, апельсинчики Которые замещают Они не сладкие совсем Но они такие сладковатые Прекрасно Я опять это пережив в проблему Но как? А что мешает вам купить эти маленькие лимончики Которые сладкие Но и замещают Что мешает? Глупость Ты не думай, не глупость А это Вот так вот любая проблема Разбирается до конкретных действий Если вы сначала сделали мотивацию на эту проблему А потом разобрали это У вас готовы уже рецепты буквально действий Что нужно сделать И точно так же я проделал все это над своим здоровьем Где выделил, как ни странно, всего-навсего Девять направлений изменения моей жизни Не столь уж сложных Из которых все это дело сложилось Вот конкретный ответ на ваш вопрос Как начать настраиваться Потому что, знаете, первое, что нужно Это, конечно, захотеть Потому что у французов есть удивительная поговорка Я только не француз По образованию имеется в виду Я англичанин, учил английский язык Поэтому могу перепутать По-моему, она звучит так Пувар сет вулиар Или, может быть, наоборот Хотеть, значит, мочь Слышите? Хотеть, значит, мочь У американцев Даже Тургенев еще Он, наверное, тоже французское влияние претерпел Он говорил Умей хотеть, и всегда будешь свободен А американцев есть великолепная поговорка Не могу, живет на улице, не хочу И точно так же Одна из базовых предположений Посылок той навыки, которая занимается Звучит так Не начинай дело, пока не умеешь хотеть Настолько, чтобы мочь Не начинай дело Пока не умеешь хотеть настолько, чтобы мочь Да, это как-то из одной из книг Василия Головачева Но мы взяли его, чтобы сделать это самое Вот и получается, что первое, что нужна мотивация Для того, чтобы что-то сделать Посылка Второе, это нужно создать готовность Потому что мотивация – это только часть готовности Это исходное, чтобы сдвинуться Сделать то, что у нас называется копинг Сделать быть готовым Претерпеть некоторые трудности Возможно, даже временные страдания Отчетливо понимать их И если у тебя есть страдания, то подготовить почву Как ты будешь эти страдания перетерплять? Например, интересный вопрос для многих, садящихся на здоровое питание Все-таки вы привыкли Ну, простите, есть, как ел я когда-то Когда-то – это такой тазик жареной картошки На котором лежит такой маленький лом от свинины Желательно жирный В принципе, и все это еще неплохо полить обильно майонезом Сейчас мне страшно У меня сейчас организм чуть-чуть затошнило При памяти Представление этой картины При представлении этой картины у меня организм сдернулся Потому что он этого уже вообще представить себе не может Это не его А когда вы будете уменьшать рацион, вы ему будете уменьшать рацион Как вы будете бороться с голодом? Вот эта техника позволяет конкретно решить Например, моя дочь чистила зубы Попробуйте почистить зубы, сразу аппетит отшибает Я стал тонким То есть что, надо найти какие-то вещи Замены конкретные вещи Потому что не надо сразу заниматься только лишь умствованием Вы, в конце концов, не сможете настроить свой мозг и бессознательно Так, как это я могу делать и я Не потому что я такой великий, я просто этим занимаюсь 30 лет А вы этим только начали заниматься Правильно? Вы намного лучше меня разбираете в своем деле Я там полный дилетант Но не надо изображать, что все мы крупные специалисты В политике, педагогике и в психологии Чего подобного? Это области Здесь нужно учиться Каждый профессионал в своей сфере Каждый профессионал в своей сфере Но чисто конкретно вы можете решить Вот дочь решила Как только хочется есть, вечером чистит зубы Полезно для зубов И тут же, за счет мятного вкуса, тут же отшибается Это известно Можно гантельки поджимать или что-то нет? Нет, я сделал проще Я стал крупным специалистом по заварению чаев Чаи? Вот берешь чаи, всякие разные Кружечку, пока вскипятишь Целый ритуал Потом нальешь Потом вместо сахара добавишь то, что вместо сахара Потом выпишь Глядишь, все, уже и прошел аппетит И так у каждого То есть на каждое ваше возражение Можно найти способ его преодолеть Как это говорится, антитезис, так сказать Да, антитезис, антитезис Но для этого надо хотеть А вот что касается уже остального Это я могу сказать честно Это сложно передать сразу Как я могу передать, например, простую систему Того, что да, контакт с телом Но вряд ли вы без обучения у меня Достаточно длительного Способны будете договориться со своим гипотолиамусом Об изменении параметров обменных процессов в вашем организме То есть чтобы он был чувствительнее к меньшему уровню Там сахара, жира, там еще что-то Вы знаете, Андрей Федорович, что во всем мире принята сейчас Гиповизитарная гипотолиамическая теория психосоматических исцелений Согласно этой теории у нас есть такая вещь, как гипотолиамус Вы знаете, что показать его трудно Он находится в центре мозга Китайцы называли его хрустальный дворец Это этакая пультовая мозга Туда сходятся со всех сторон сообщения Там как бы такой пульт, где сидит кто-то, кто все это диспетчер Оттуда все идет на гипофиз, как центральную железо внутренней секреции Дальше уже идет на гормональную регуляцию Соответственно, согласно современной теории Мы меняем настройки гипотолиамуса Там именно, где все регулируется Да, где все регулируется Меняем настройки гипотолиамуса, которые, соответственно, меняют настройки гормональной системы Но сначала надо определить, какие они исходны То есть опять начать говорить с этим Да, надо научиться разговаривать Но это уже очень сложно, сложнее Потому что печень вы можете ощутить, она у вас болела, например когда вы недавно перепили, сердце у вас бьется, вы это знаете, а об существовании гипотолемуса вы сейчас узнали от меня. Ну, вы-то нет, а телезрители узнали от меня. В этом полагании. Естественно. Поэтому, но на самом деле, с точки зрения того же самого веса, во-первых, в вашем гипотолемусе есть настройки на определенный уровень вашего веса. То есть, если я весил 111 кг, записано, что сейчас в твоем возрасте ты будешь... Как бы набито на компьютере, буквально как на компьютере, знаете, стоит, что моя задача, говорит гипотолемус, держать 111 кг у Сергея Викторовича Ковалева. То есть, для него это только надо. Да, и самое интересное, что Сергей Викторович Ковалев переедал настолько, что, по идее, должен был весить 150, но гипотолемус не успел перестроиться и давал 111. Вот что делается. Но и при резком попытке диеты гипотолемус не успевает перестроиться полком. То есть, он все равно заставит человека набрать или сорваться. Да, как только вы перес... Сорваться, набрать и так далее. Прямо по анекдоту. Доктор, я не могу больше жить с этой диетой. Я вчера чуть не откусила ухо у мужа. А что вы, говорит, стесняетесь? Всего 80 калорий, да? Вот. Первая настройка. Ее нужно уметь убирать. Причем убирать полками. Кстати, есть такая... 110, 105, 195. Сразу не получится. Иначе это... Это есть специальный способ, специальная техника, с помощью которой мы выясняем, насколько сейчас способен опуститься человек. Такой своеобразный настройка, тюнинг такой, да? Своеобразный, да, тюнинг. Второе, нет, только не надо думать, что это соплошная панацея. Второе, можно настроить гипоталямус на увеличение количества калорий, которые будет расходовать человеческий организм. То есть... Знаете? Да, то есть на сжигание. То есть вы, наверное, обратили внимание, что еще древние китайцы делили всех людей на людей ветра, желчь и слизи. Люди ветра – это вот те гады, я их иначе не скажу, которые едят все, что угодно, и все равно остаются худыми. Примерно 30% населения. Сейчас, правда, меньше. Становится все меньше и меньше. Мы стали переедать все комплексы. Вот им ничего не нужно. Есть люди желчи. Это вот я, это вы, кстати говоря. Так что если не будете следить, то можете разъесться. Ладно. Придется, поговорить с гипоталямусом. Есть люди слизи, с ними труднее всего. Они очень легко жире жирнеют, и у них часто возникает диабет по второму типу, и многие прочие вещи. Вообще-то это можно исправить, но это достаточно тяжело работать. Правильно? Так вот, получается, что когда, грубо говоря, когда вы начинаете разговаривать с гипоталямусом, есть возможность, нет, не то чтобы сделать из человека желчи человека ветра, но увеличить скорость отмена в процентах. Можно регулировать это. Процентом примерно на 15, не больше, но для многих и это хватает. Можно увеличить на больше. Но у меня был один случай, он меня очень сильно напугал, как психотерапевт, и правильно напугал. Женщина была полна энтузиазма, копинг был великолепный. Мы сделали все настройки. Настройка готовности. Настройка готовности была великолепной. Мы сделали настройки, к сожалению, не сделали экологии, и эту женщину пришлось лечить от тиреодита. К счастью, вылечил. У нее щитовидка пошла на такой уровень гормонов, что она за полтора месяца похудела на 11 килограммов. Кстати, чувствовала себя великолепно. То есть был как раз буквально понят этот заказ на сжигание. Слишком буквально на сжигание. Слишком буквально мы не сделали то, что экология. Это была моя вина, но я, так сказать, повинился и справился все это дело. Но, кстати, женщина до сих пор говорит, что так, как она себя чувствовала, не чувствовала никогда. Она летала. Не просто по весу. У нее была фантастическая энергетика. То есть шло вот такое. Так что вот это вот можно делать. Или это вот это, или как я вам сейчас объяснил, что на самом деле ваша ориентация, ваши настройки на то, что мясо вкусно, а салат – это что-то жуткое. Это всего-навсего настройки вашего мозга. И я могу переделать настройки таким образом, что нет, ну не то, чтобы вы будете жевать салат, ощущая вкус мяса, но салат будет намного более привлекательным, чем мясо. Это только настройки. Понимаете? Ваша бессознательная настроилась на то, что вот это вкусно, а вот это – нет. Я могу перенести коды бессознательного с конфеты на салат. Я не скажу, что салат будет опять-таки иметь вкус конфеты, но вы намного лучше будете относиться. Будет восприниматься очень хорошо. Конечно. Но это уже тонкие вещи, которые нужно делать. И вот, собственно говоря, так, в двух словах, потому что остальное это перечисляет достаточно долго. Мне кажется, уже неплохо обратили внимание на главное, что с организмом можно договариваться. Что с ним, во-первых, надо дружить, что можно даже делать почти такие чудесные вещи – это восстанавливать настройки, как они должны быть в более молодом возрасте. Потому что есть одна из гипотез, что просто чувствительность вот этих мозговых структур… А что вы об этом упомянули? Какая прелесть, что вы упомянули? Потому что когда я занимался этим серьезно, я обратил внимание на одно чудовище заблуждение из области убеждений, которое гласит следующее. Наш организм подобен автомобилю. То есть он может только стареть. Если, грубо говоря, что-то сломалось, то так сказать, как сломанная деталь – либо заменять орган, либо вот как кузов, покоцанный в аварии, там уже будет не так лежать краска, там будет ржавение и так далее. Кто это сказал? Человек – это не механизм, это все-таки организм. Человек – это антиэнтропийная система. Он способен обратить процессы вспять. В отличие от неживой природы, человек – антиэнтропийная система. И когда я позавчера прочитал в какой-то газете о том, что американцы выяснили, что человек способен управлять собственным старением, я только хмыкнул и подумал, вообще-то я это и не знаю. Это уже не новость, так сказать. Это не новость. Сергей Викторович. Другое дело, что я знаю, как. Да. Это более-менее. Действительно, я думаю, что этот посыл был очень важен для наших зрителей. Да. Все возможно. Всегда. Все возможно. И многое зависит от нас. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, мы могли понять, что здоровья в наших руках может быть даже больше, чем в руках врача. Играя во взрослые игры, не забывайте о правилах. Вёл программу Андрей Ермошин. До встречи на здоровом телевидении. Продолжение следует.